Глава пятнадцатая. Родовое древо Приявраты. Блаженный Шука сказал, у Бхараты был сын по имени Сумати, который, не дожидаясь немощи, отказался от престола и, по примеру своего славного деда Ришабхи, нищим отправился странствовать по свету. По прошествии времени невежды провозгласили Сумати Буддаю, Божьим воплощением, а самые подлые из них призывали людей подражать поведению Ришабхи и юродивого Сумати, утверждая, что так можно достичь просветления. От Сумати из чрева жены его Вридхасены родился Деваджит. От Деваджита и благоверной супруги его Ассури на свет появился Девадьюна. Девадьюна из Лонадхедумати породил Парамештхи. От Парамештхи и Суварчалы родился Пратиха. Пратиха слыл государем весьма богопреклоненным. И учил подданных своих, что главный долг человека – познать свою истинную духовную суть. У Пратихи и жены его Суварчалы родилось трое сыновей, коих нарекли Пратихартою, Прастотою и Удгатаю. Царевичи были по-брахмански щедры и весьма искушенны в жертвенных обрядах. У Пратихарты от жены его Стути родилось двое сынов, нареченных Аджию и Пхумою. От Пхумы и Ришикули родился Удгитха. Удгитха породил из Лона-де-Вакульи Проставу. У Проставы и Ньюцы родился Випху. Випху и Рати родили Притхушену. У Притхушены и Акути был сын именем Накта. Накта взял в жены Друти, которая родила ему сына, прославившегося под именем государя Гаи. Предание гласит, что Гая был столь же мудр, милосерден и справедлив, сколь Господь Вседержитель – Вишну. Его и по сей день величают Гая Великий. Ученые мужи говорят, что в обличии благородного Гаи на землю не зашел сам Господь Бог, дабы защищать род человеческий от безобразий и беззакония. В царстве Великого Гаи никто не смел посягать на имущество добропорядочных мирян. Государь заботился о том, чтобы подданные его ни в чем не испытывали нужды, чтобы у всех был кров над головою и довольно еды. Речь его в гражданских собраниях была ласкова и мудра. Примером и словом он учил людей исполнять долг веры пред Богом и обществом. Как предписано царскому сословию, Гая совершил множество пышных жертвоприношений. Брахманы в его правление купались в богатых дарах, сам же государь всегда был скромен в быту, полагая, что возможность служить Господу уже есть высшая награда. К ворам и злодеям он был справедлив, с врагами благороден, с друзьями учтив, к рабам Божьим неизменно почтителен. Всегда невозмутимый, безразличный к тщеславию и мирским благам, Гая исповедовал служение Господу как главный свой долг в жизни и учил этому своих подданных. Древние певцы так прославили Государя в своих сказаниях. Гая Великий жил по закону Божьему. В мудрости ему не было равных в целом свете. Он постиг все тайны духовного учения, соблюдал закон веры и вершил его над другими. В царстве Гаи всего было в достатке – богатств земных и духовных. Подданные почитали своего Государя родным отцом. Сам же он полагал себя рабом рабов Божьих. Целомудренные дочери патриарха Дакши, Шратха, Мантри и Дая, вера, мудрость и щедрость, омывали Гаю в своих благословениях. Довольная добрым правителем земля-матушка явилась к нему в обличии кормящей телицы и наполнила царство его неистащимым изобилием, дабы государевы подданные ни в чем не ведали нужды. Сам Гая жил отшельником на престоле, презирая мирские богатства. Добродетельный государь избегал чувственных удовольствий, но земные радости сами находили его, ибо щедрому и жертвующему не избежать благоденствия. В бою он не осквернял сердце своего ненавистью к врагу. С любыми недругами был честен и благороден. Потому поверженные правители становились танниками Гаи без горечи и сожаления. Духовное сословие, довольное государевыми дарами, не скупилось на благословения и жертвовали в его следующую жизнь шестую часть своих праведных заслуг. В священных таинствах Гая предлагал богам пьянящий напиток – сому. И даже небесный царь Индра спускался на землю, дабы отведать государева дурманящего питья. Одно из царских жертвоприношений посетил Господь Вседержитель – Вишну, и самолично принял жертвенные дары от слуги своего верного. Угодник Божий благодетельствует всем живым тварям – людям, богам, зверям, птицам, малым букашкам, деревьям, травам и даже великому Творцу Брахме. «Всевышний – душа всех существ, если доволен он, довольны все». Однажды Господь явился на жертвенное таинство государя Гаи и известил присутствующих, что царь угодил ему во всем исполна. У Гаи от жены его, Гаянти, родилось трое сыновей – Читрарадха, Сугати и Аваротхана. Читрарадха и супруга его, Урна, породили на свет Самрата. Сына Самрата и жены его, Уткалы, звали Маричи. Маричи породил из Лона Бинду Мати сына, коего нарекли Бинду. У Бинду и жены его, Саракхи, родился Матху. Матху породил от Суманы сына именем Вераврата. У Веравраты из Лона Бходжи родились Мантха и Прамантха. Мантха и супруга его, Сати, родили Пхаувана. Тот и жена его, Душана, родили Твашту. Твашта породил из чрева Верочины Вераджу. У Вераджи и жены его, Вишучи, народилось сто сыновей и одна дочь. Престол Великого Царства унаследовал старший сын Вераджи именем Шатаджид. Древние предания гласят. Благодаря невиданному благочестию и щедрости царь Вераджа блистает в роду Великого Приявраты. Точно полная луна среди звезд в ночном небосводе. Точно вседержитель Вишну среди сонмов богов. Редактор субтитров А.Семкин